Привет, привет! Сегодня расскажу про своих 5 самых любимых тушей и один аутсайдер, туша для ресниц. Итак, первое, это моя самая-самая любимая тушь Кабаре от Vivienne Sabo. Если кто-то спросит меня, Ира, какую посоветуешь тушь, то я со смелостью отвечу, что это будет тушь Кабаре от Vivienne Sabo. По цене и по качеству, цена у нас стоит в районе сети магазинов Ватсонс 50 гривен, цена и качество, качество намного превышает цену. На уровне таких, мне кажется, даже можно сравнить с каким-то люксом. Это просто находка. Для меня я покупаю ее уже неоднократно, не первый раз, и она мне очень нравится. Данная тушь имеет такую вот силиконовую кисточку замечательную, которая очень хорошо прокрашивает ваши реснички, приподнимая их, разделяя, создает эффект накладных ресниц. Первый раз, когда я купила, я попробовала данную тушь без всяких щипчиков для заявки ресниц, у меня был такой вот легкий шок, потому что действительно такие были длинные ресницы, я смотрю, мои, не мои, мои, с помощью данной туши. Это просто находка. Единственный небольшой недостаток данной туши, что месяца через полтора, ну может где-то два, тушь немного начинает осыпаться под глазами. Она быстро высыхает, но за эту цену можно покупать каждые два месяца со смелостью и пользоваться данной тушью. Рекомендую. Очень замечательная. Потом идет вот такая вот новинка Rocket от Maybelline. Вообще туши Maybelline грешили раньше тем, что они очень сильно отсыпались под глазами. По крайней мере, такой эффект был на моих ресничках, поэтому я с осторожностью к ним относилась. Увидела эту новинку, такая красивая упаковка меня привлекла, яркая. Я решила приобрести данную тушь и была очень приятно удивлена. Тут тоже идет такая пузатенькая силиконовая щеточка красивенькая. И упаковочка, можете видеть, такая яркая, классная. Очень хорошо тоже прокрашивает ваши реснички. Что самое главное, она у меня уже больше двух месяцев, она не осыпается, сохранила все свои свойства, объем, разделение. Приподнимает реснички, очень хорошо наносится, нет никаких комочков. Такой красивый распахнутый взгляд придает вашим глазкам. Очень классная тушь. Стоит она тоже где-то в районе, по-моему, 70 гривен. Я ее покупала со скидкой что-то в районе 62-65 гривен. Классная тушь, она мне тоже нравится, очень рекомендую. За свои деньги, супер. Потом дальше такая идет тушь Ева Гурмандис. Вот такая идет аккуратненькая, объемная щеточка. Эта тушь придает хорошо объем, пушистость вашим ресничкам, такой натуральный эффект ресничек. К сожалению, данная тушь не придается у нас в Луганске, в Украине. Эту мне тушь присылали на подарок. Я знаю, что она довольно-таки бюджетная, это Гурмандис объем нон-стоп. Довольно-таки неплохая, хватает надолго, но тоже подсыхает. Месяца на два можно данную тушь использовать. Следующая тушь, моя любимая сейчас, которой я пользуюсь. Это идет вот такая вот тушь от Rimmel. Это у нас Кандал ЕАС. Тут идет такая объемная, обычная, мега-большая щетка, можете видеть, почти как глаз. Но, тем не менее, очень хорошо прокрашивают реснички. Сейчас эта тушь у меня на глазках хорошо их разделяет, удлиняет и придает объем, что очень важно для моих коротеньких, редких ресниц. И что самое еще главное для меня в показателе данных тушей, это то, что они не осыпаются. И данная тушь не осыпается. Очень классно я наношу и на нижние реснички, и на верхние, и хорошо в течение дня держится. И сам цвет туши такой вот, как угольно-черный. Некоторые туши, когда наносишь, вот на солнышко смотришь на реснички, они отдают каким-то белым оттенком. То вот эти туши, которые я показывала, в принципе, все имеют просто черный цвет, пигмент, который хорошо подчеркивает, придает выразительность вашим глазкам. Очень классная тушь. Эта тушь, я не знаю, в каком районе, где-то она, ценовая политика данной туши, где-то в районе 80 гривен. К сожалению, фирма Rimmel у нас стала попадаться очень редко и очень небольшой выбор. То вот эту тушь я, допустим, пока не наблюдала. Если, конечно, я же встречу, я ее буду покупать вновь и вновь, потому что довольно-таки классная тушь. И последняя тушь, которая мне нравится, ну вот лет 5 назад, 6, она мне абсолютно не нравится. Потому что на тот момент я пользовалась исключительно удлиняющими тушами для ресниц. И я любила более жидкую консистенцию. И эту тушь, когда я покупала, и как-то она у меня оставила такое впечатление, не могла прокрасить ресницы. Может, не было еще тех навыков. Тут обычно вот такая вот щеточка объемная. Это у нас Max Factor 2000 калорий. Думаю, всем известная. Их бестселлер у Max Factor. Самое интересное, что эта тушь абсолютно не высыхает. То есть те свойства, которые она изначально давала, объем, пушистость ресничкам, выразительность она и сохранила. Единственный недостаток данной туши, что она плохо смывается с глазок и немного она осыпается. Вот этот ее недостаток. Хотя, мне кажется, эту тушью можно пользоваться год, полгода. И она сохраняет все свои свойства. Вот реально, она вообще, мне кажется, не засыхает. Я не знаю, у кого-то напишите отзывы. Она когда-либо вообще засыхает или нет. Она у меня уже, наверное, месяца 3-4. И абсолютно с ней ничего не происходит. Могу иногда и накраситься, прокрасить реснички. И эффект сохраняется тот же. Все классно. Если бы она не так плохо смывалась и не сыпалась. Так бы ей вообще цены не было. И последняя тушь, которая мне не понравилась. Это будет тушь Lumne Natural Natural Coat. Такая двухфазная. Вот первая такая щеточка объемная. Которая более натуральный эффект придает. И больший объем. Вот такая вот щеточка набирается больше туши. Данная тушь имеет огромный объем 9 мл. Но она мне не понравилась. Была возможность ее, по-моему, в том месяце в сети магазина Vatsense получить бесплатно. Купить там продукцию Lumne на какую-то сумму. Но я не потянулась у меня рука. Потому что по предыдущим опыту. Вроде бы неплохая тушь. Она тоже начинает немного осыпаться. Недельки, может, две. Она красит неплохо. Ну, где-то на четверочку с минуса. На четверочку. И цена у нее 80, по-моему, 5 гривен. То есть, лучше я куплю вот эти вот предыдущие туши. И только вот в последний момент я куплю даже бесплатно. То есть, эту тушь я не захотела. Не знаю, как вам. Напишите свои отзывы и впечатления о данной туши. Но она мне абсолютно не понравилась. То есть, такая довольно-таки средняя, посредственная туша. За такие деньги можно купить и подешевле с таким же эффектом. А то еще и лучше. Вот, в принципе, и все мои любимые туши. И одна, которая мне абсолютно не понравилась. Пишите, оставляйте отзывы про свои любимые туши для ресниц. Ставьте лайки. Я вас люблю. Пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok